Вот это я считаю, что лишние траты денег. Вы сомкой красить стены в подвале? Для чего? Там же хотя бы стенки надо в порядке. Для чего? Я вообще это не понимаю. Хотя бы оштукатурить. Нет, оштукатурить это нет. Жилоспекты приезжало, оставило предписание. Сейчас по текущему ремонту, во время поведения капитального ремонта, там где есть отслоение штукатуры, они нормативно поклевают. Нормативно состоит. Они нормативно поклевают, где мы будем сомкой красить, подвальное помещение. Для кого? Для крыши? Для нашей там что ли? Для кого вы это ходите? Хорошо, мне надо обсуждать, что мы хотим. Когда говорите, что вы в этих делах. Вы все ли в два собираются? Я спрашиваю, я просто спрашиваю. Вы говорите нет, я зачеркиваю. Почему нет? Да, оставляйте в два. Давай, говорите, что там что собирается, там не собирается. Да, я когда не ходил, а вот от ремонта, как это все, я подвал. Ну, без ограски. Это не за счет капремонта, а за счет... Ну, представим, что там пола уже нету вообще. Правильно, теперь нет, потому что они фекалии пошли. Уже утоптали. Бетон там был? Конечно. Бетонные полы были, что ли? Были, были. В советские времена были. А сейчас фекалии... Сейчас фекалии все в тягородского реализации. Это будет? Это будет? Это будет. Ремонтажные пены будете? Нет, подожди, я еще раз говорю. Сементный пещер. Глимотизация с сементным раствором. Вот он говорит. Песчано-сементный пещер. Выпуск инженерных сетей. Да, да. Песчано-сементный пещер. Хорошо. Раствор. А в неделю забудете, и все там будет. Ремонт отмостя. Это фасад. Замена подвальных. Три ямков, да. Ремонт три ямков. Это фасад. Это фасад? Нет, это не фасад. Это фасад. 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 Фасад, подваль. Ну что-то надо делать? Нет. Подождите. Давайте подвал. Мы же то, что переговорил. Подвал. Оставляем кашель. Экономия есть, определяем вместе с вами виды работ, проводим. Если нет, то делаем это частично за счет текущего ремонта. Экономия небольшая, специальный ремонт фасады. Давайте дальше делаем. Ремонт штукатурки фасада. Как будет? Не встанет или в полный ремонт фасадного слоя? Нет, в полный ремонт штука. В полный ремонт фасадного слоя? Нет, частично. Фасадного слоя этого, что ли? На фасаде? Нет. Там же нет зубов. Ремонт штукатурки фасады не станут, включая текстурные... Ну у вас вот эти все выступы есть, да? Да, да. Ну а вот для чего утеплять-то все, к примеру, на фасад? Ремонт фасадов архитектурного орнамента из погонов и штучных изделий. Это уже есть на этой стороне. Окраска фасадов по штукатурке. Как хотелось? Потому что мы хотим штукатурку, а не пенопласт. Я хочу, чтобы вы покрасили всеми красивыми цветами, красивыми орнаментами. Можете вы подумать. Вернусь на вопрос, который я изначально не задавал. Что мы, эти виды родов, которые включили, мы их все поменять не смотрим. Мы можем, только если мы откажемся... Фасады. Фасады. Фу-ка нет. Нет, вы говорите, я говорю. Я же он у реформер, что голосовал. Это вопрос. Там у нас есть, есть, есть. И, да, да. Вот, я и говорю, что я пишу, он реформер ЖКХ. Все тепло, что теплый дом был, брат. У нас теплый дом. У нас теплый дом. У нас 70 сантиметров стена. Вы знаете, в соседнем доме в 17-м там могли быть большие. У нас же стенки какие-то, какие-то, какие-то личные, мощные. Ну, куда нам еще раз утеплять? Здесь же ломки, клетки, не мокричные. Вот тут у кого вы утеплили, это вот, пожалуйста. То есть те люди, у которых был проряден капитальный ремонт дома, Ленина 15 конкретно, Ленина 17 конкретно, они говорят, что их стены дома теперь мокнут, и у них там мокрится. И почему нет на домах после капитального ремонта водостопа? Вот обращение. Вот обращение. И одного обращения нет с этого дома по поводу. Замена в водоснабжении доставляют в пищу. Когда, когда не было. Замена в водоснабжении. Привозите тех людей, которые... Подожди, подожди, мне подождем, под подъездом. Под подъездом. Вот я вам говорю. Есть замена подъезд на водоснабжении? Я оставался в стены, служил. У меня есть. Дверные богатые. Теперь ремонт, сфокатруйка, которые тут как-то не хотят. А раздать не будет прийти, а шип ее еще. Учепление и шип, как-то сомненькое торжество. Вот вы знаете, у вас как раз идет не капремонт фасада, да? А идет облеспить ее с этим пенопластом. Ну вот, смотрите, дайте я скажу. Вы знаете, 5,5 миллионов, да, на пенопласт. Я изменяю. Куда вы вот так тюй вы будете 5,5 миллионов на того, чтобы пенопласт... Сколько сантиметров повышен они? 7 сантиметров. Нам не надо там, нам не надо там утеплять. Утепляют дома, знаете, какие, которые два пирпича, вот эти, вот, хрущевые, и щитовые дома утепляют. Они, да, там есть проблемы, там холодно, у нас жарко много. Нет, мы просто исходили из того, что вы же знаете, и вы, наверное, строители вот сказали, да, что с 1985 года норматив поменялся, что стена должна быть метр десять. Вы же знаете, в связи с этим, мы, когда капремонт идет на утепление фасадов, мы закладываем 10-10 метров кипяча. Я извиняюсь, когда в домах, где два кипяча, а вы там метр 10 пенопласта ставите, что ли? Не пенопласт, а вот это удаляйте. Если кирпич на стенах, то метр 10 должно быть. Нет, давайте объясню, да. Нет, раз уж у нас такой синий разговор, давайте объясню. 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 Можно скажу. Вот мы капремонт, да, который ждали, он к нам пришел. Он к нам наконец-то пришел. Вот я у матери своей, да, я не помню сколько, 5 или 6 лет назад, у нее стена, в принципе, соответствовала норме. Но у нее было холодно, и за отоплением где-то чисто за газ, в своем доме она живет, платила там, ну, в самый такой холодный период, там, 3,5, там, 2,800, 3,5. Мы утеплили, сделали 10 сантиметров утеплителем, да, обшили дом. Она сейчас на два раза меньше, сколько за газ оплатили. Здесь точно так же. Вы же за отопление получаете через узлы учета, дом остывать будет меньше. Он у вас сейчас 70 сантиметров, а когда вы сейчас проведете капремонт, задайте, капремонт мы сейчас проведем, просто его декоративно отштукатурим, покрасим, да, и через 10 лет он же все равно стены. Да какой? Я знаю. Но мы не сможем потом снять. Хорошо, пусть не осыпется, но мы же его не утипим. И потом сама тена внутри, у нас дома тоже тепло, 83 года постройки, и мать его дома не тепло, но у него ассинент, он уже стал становиться как висок, он даже уже гвоздь его не забыл. То есть так же может произойти и в данном случае. Просто, да? А пенопласт, да, пенопласт, да, пенопласт, он будет дальше продолжать отруситься. Просто снаружи, да, он будет продвинуться, снаружи, да, почему он будет, почему он будет рушиться, если, как говорится, у нас, он будет защищен от всего остального, от блоки, да, за полвека прожили, что? Да, я спросила, что крыша сделана неправильно, вода течет по стенам, стены мокрые, это на третьем этаже люди говорят, мы на первом. И куда бы они ни обращались сейчас, ничего не бывает. Вы сейчас говорите, что у кого-то есть какие-то проблемы, вы о себе пока заботитесь, зачем вы говорите, мы их на него берем? Нет, я, руководитель управляющей компании, ни одной жалобы с Клинина 15 не было, не было ни одной жалобы. Официально жалобы не было. Нет, да пускай она есть, вот там. Нет, ну почему-то с Клинина 15 не было. Пускай она... Я сегодня сказала, придите, у нас собрание, но не пришли. Люди хотя и ездят. Пускай будет жалобы, да, мы это, как это все здесь проверим. Когда происходит жильцом, никто не сказал спасибо за капитальный ремонт. Почему мы начали вот этот вопрос сейчас, пока он у нас еще не произойдет? Раз, вот вы молодцы, подождите, вот вы молодцы активные. Вот мы начинаем капитальный ремонт, давайте, подождите, давайте не будем делать. Нет, давайте не будем делать. Давайте не будем делать. Вы сейчас говорите, как вы полкапитальный ремонт делаете, и давайте не начинать. Я вот это вот так вам говорю. Подождите, подождите, давайте скажем, капремонт, если мы начнем, если начнем. Но почему-то на сегодняшний день у меня такое ощущение, что мы его не начнём. А может сами жители сделают капремонт? Подожди, подожди, Андрей Павлович. Мы этот капремонт начинаем. Дайте мне сказать, пожалуйста. Если мы этот капремонт начинаем, определяйте инициативную группу. Вы, допустим, каждый этап работы можете контролировать. Мы можем сделать как? Нам это не нравится, я не подписываю. Мы можем приходить и смотреть, почему не нравится. В принципе, это ваши полномочия. Мы так же сделали в нефтепроводе, определили старшую. Я каждый день в 7 утра приходил туда. Каждый день в 7 утра. Когда глава дождь ещё вечером приходил, смотрел, как это проводится. Два раз планёрки проводили. В 7 утра и в 5 часов вечера. Мы приходим, выходит старший по дому, мне это не нравится. Стоит рядом строитель. Подождите, рядом строитель. И мы спрашиваем, почему не нравится? Вот так-то, так-то. Начинаем переделывать. Потому что всё в наших руках. Деньги у нас, деньги управляешь компанией. Мы можем не оплатить. Вы сейчас говорите о качестве, мы же это качество можем сами проследить. Если ли они на 15, никому это не нужно было. Ремонт сделали, потом старший слепой подписался. Я тоже, извините, я тоже не могу каждый дом смотреть. Да, он наружу красиво стоит. Но то, что внутри пенопластом два слоя так или так поставили, это нужно смотреть по ходу строительства. Да, мы приходим, к сожалению, смотрим внешний вид, всё красиво. Но нужно участвовать как раз в этом. Мы в этом моменте можем с вами обращаться. Почему вы тогда за полгода до решили, что проводится капитальный ремонт? У нас есть компания, есть жилищная инспекция, которая раз в деле приезжает и смотрит качество выполнения работы. Вы посмотрите, по закону должны были нас предупредить. Действительно, жилищная инспекция. Да. Мы должны принять свою печень туда. Но ведь это же ваша проблема, что вы не укладываете. Мы не укладываете. Я объясню, подождите. У нас всё по закону, если делать всё правильно. Нам эту сумму определили в конце года, да? Да суммы нормально хватает. Я говорю, что мы же не знали, сколько в домов попадёт. Поймите правильно. Мы не знали, что все эти дома... У нас ходит Акташ-9 добавился буквально из того, что... Да, мы планируем, чтобы будет 32, думали, что вот примерно будет... А стало 38. Мы добавили ходит Акташ-9 дом. И то не все виды работы, то включили электроснабжение. Вы правильно нас поймите, мы же не враги для вас. Мы сами хотим, чтобы это всё произошло качественно и хорошо. Мы хотим, чтобы этот дом был экономный. Чтобы вот этот развод, который у вас на чердаке, чтобы она спустилась вниз, чтобы мы не грели всю жишу, которая тепло выходит и с них потом начинает сходить. Это было у вас, я вам говорю, это у вас было при старых котельных. Я вам говорю, при старых котельных, при старых трубах теплоснабжения. Ребята, я не понимаю, мы собственники, да, своей квартиры. Нам делают ремонт. Вы же нам же делаете услуги, да? А вы так навязываете свои услуги, прям это, по голове тротик. Нет, подождите, я вам не навязываю. Нет, подождите. Вы даже не верите тому, что мы жили, да? Было холодно, была нижняя подача, было холодно. Переделали на верхнюю, стало тепло. Нет, я с вами не соглашаюсь. Я с вами не соглашусь. Я с вами соглашусь. Почему вы же тогда не родились, когда вы родились? Нет, это другой вопрос. Родился я в это время, не родился. Я говорю, в то время были котельные, вы сами знаете. Если помните, вы вспомните, каждый новый год был порыв. Мы родились уже на последний день. На сегодняшний день у нас все котельные новые. Все эти практически на 100% помененные. Мы продолжаем. Стойте, стойте. У меня предложили. В 19-м году не смогли. Да я Бог за ним.